Поль ветер веет Здравия желаю, солдат Иван Варежкин из деревни Варежка Ну, для тех, с кем не знаком, душевно рад А знакомым добрый час, веселая минутка Велика держава наша А людей-то сколько хороших в нашей стране Ну, чё далеко ходить Вон там деревенька на пригорке, Лаптевка А места-то какие, тут тебе и речка, тут тебе и лес И тут тебе поля ухоженные, хорошая деревня Зажиточная, опрятная И проживают в этой деревне мои добрые старые знакомые Никола Лаптев и жена его Варвара Хорошо живут Вот никогда не подумал бы, что лет пять лет назад У них только одна мысль была Куда бы убежать от селездишних мест Ну, куда вот глаза глядят Я тогда по ту пору проходил эти места Я могу вам сказать, что места, ну, не в пример нынешнем Всё разваливается, всё неухожено А в деревне будто всё повымерло Но я с безнадёги постучался в одну избу, где огонёк светился И не чаял, а угодил к радости Миколушка, да неужто это правда? Ну, Варварушка, даже не верит Вот радость-то, вот счастье-то Сколько мы ждали его-то Воистину, ласковая овца к соли, а холопка воли Варварушка, а может, сейчас прямо пойти? Куда, Миколушка, на ночь-то глядя? Это больно уж не терпится Столько терпели, столько терпели Неужели ночь не перетерпят? Почаём ничем, песни попоём А может, и попляшем Жаль, вот только радость не с кем разделить Ни соседей, ни гостя доброго Хлеб да соль, люди добрые Варварушка, вот он, гость дорогой Ну, солдат служивый, видать, долго жить будешь Как тебя звать, величать? Солдат Иван Варижкин из деревни Варижка Что, хозяева, не найдётся у вас место для солдата на ночлег? Да ты что, солдат, и гость в дом вдвойне радость днём Проходи, Ванюша, проходи На самое почётное место садись Спасибо Двозь, дорогой И перекусить чего? Не обессудь за нашу бедность только Да вы что, хозяева дорогие Тем мы рады Знаете ведь присказку Хлеб, соль да вода, вся солдатская еда Потом ведь из добрых рук и сухарь слаще пряника Ешь, Ванюша, ешь, ешь Вот, лучелёк Ванюша Спасибо Коль не военная тайна Куда направляешься? На законную побывку в свою деревню Варижка О, Варвар, ты слышишь? Видать, справа на службу правил Доблестный? Да было маленько, было Раз сам государь приказал Сам государь? Он сам Да, ну А, ещё велел сапоги мне сшить новые Да такие, чтоб не хуже генеральских Ну-ка глянь Во Какие справные Ну, товар Товар так товар Слушай, Ванюш, слушай Он в сапожном деле толк Да? Ну ладно, ладно Справный подарок Ну так я говорю, как генеральский А ведь, Ваня, у нас сегодня тоже радость Ой, радость-то какая Был я на ярмарке Две дюжины лаптей сторговал Ага Вот какие-то лапти должны быть Чтоб за них вот такую цену платить Ваня, не в лаптях дело За эти 25 рублёв Завтра мы вольную получаем Какую вольную? Ну, пачпорт На меня и на Варвару И с завтрашнего дня Мы вольные птицы Лети куда хочешь На все четыре сторона Уезжаем мы завтра от Седова Но всегда А чему же вы радуетесь-то, а? Как чему? Да ты погодь, Мико, погодь Ты мне одно скажи Это что же вы с родной земли-то Подаваться куда-то хотите, а? Ведь родная земля мач, понимаешь? Ну, а чужая мачеха Ванюша, Ванюша Не знаешь ты делов наших Ты вон Глянь-ка в окошко Ну, что с деревней-то стало? Ты что ж думаешь? Мы завсегда так плохо жили? Уж так хорошо жили, что помирать Не захочешь Прислали нам из столицы Исправника До такого, что не приведи нелёгкое Жадный, хитрый Злопамятный И с тех пор всё прахом пошло Года не прошло Вся деревня у него в должниках ходит Тут уж как уж Не сбежишь А старосту тебе какого назначил? Какого попников и приходит Вот они тут дело и правят Да всё из-под палки Да по приказу А кто слов поперёк Так тот бунтовщик Или смутьян И заводчикам в кабалу продают А заводчики ему За каждого работника В год по 10 рублей платят Вот так Вот почитай всех работников Всех мужиков Он заводчикам-то и продал Ау Ау В деревне, окроме меня Одни бабы да девки Кому крестьянствовать? Ну так некому Самое главное, что всё у него попрёк По закону По закону, который у него в книге прописан Тут уж не попрёшь Если вам рассказывать про все дирижки этого исправника То вечера не хватит А Микола разошёлся, рассказывай мне всё это Распалился, расстроился Достал 25 рублей, которые за лапки выручил И тотчас решил идти к исправнику Всё Сил моих более нету Вот 25 рублей, которые я ему должен Пусть чай попробует мне патчпорт не отдать Посмотрим, как у него по закону получат Никола Закон ведь как дышло Куда повернёшь, туда и вышло Ваня И ты туда же Ну ладно, моя Варвара Всё жизнь пословица в мире Ты-то что? Да я ничего Только слышал я, что Варварский двор, ворота широкие, а со двора узкие А вот мы сейчас посмотрим Посмотрим Есть правда на земле, а нету Михаил, мы куда-то на ночь глядем Да и спят они, подел уже Ничего От таких денег у него сон как рукой снимет Да и не спят они Вон у него в горнице свет горит И музыка играет Видать, свою граммофонию заводит Сейчас сидит со своим старостой в шашке играет Я ему сейчас всё скажу Михаил, ну куда ты, погоди Я тебе что сказал? Михаил Да ты Не думай, Ванёша Да, дела Он вообще-то добрый и ласковый Да я понимаю Только Столько горя Обидно терпелся, что нет больше сил у него никаких Да всё понятно Слушай А работящий какой, руки золотые А вот что за секрет такой в лаптях его, что за них такие деньги даёт Ой Секретов-то у него много Знаешь Вот, например, он может такие лапти сделать Что ежели их одеть Вот Не хочешь А заплёшь Да ты что? Вот истину говорит Только он сейчас такие лапти не делает Говорит, чего плясать Когда кругом столько горя да несчастья Это всё равно что над убогим насмехаться Это точно Да что лапти? Он может такие сапоги сточать получше генеральских Ты думаешь, почему его исправник заводчиком в кабалу не отдал? Всё из-за жадности своей Никола-то ему куда больше и доход приносит И отчего он такой жадный? Ведь столько лет края наши грабит Ох, хитрющий какой Только неспокойно мне Замекол Ванюш Да ничего Ох, неспокойно Права оказалась, Варвара Как в воду смотрела Не прост оказался, Василий Васильевич Ихнего исправника Василий Васильевичем звали Василий Васильевич Путятин Ох, не прост Да и то ведь верно На барскую расправу не найдёшь управу Так, так, так Ой Так Я опять проиграл Точно так, С Василий Васильевич Ах ты шельма Ах ты шельма С вас копеечка, С Василий Васильевич Ну что же, проиграл, так проиграл Держи копеечку А ещё не желаете? Ну ладно, давай Повелый, давай расставляю Одолел меня Писунься Ох, всё потому, Василий Васильевич Что не бережёте вы себя Какой там бережёте, не бережёте Вот скоро опять отправлять оброк в столицу А это главное вовремя Ой Бумаги приготовил? Точно так, С Василий Васильевич Всё готово Вот приходно-расходное Долговые с крестьян Скажи туда А ты прикажи завтра подать тройку По заводам поеду О, эти заводчики Ох, эти заводчики Каких мужиков я им продал Они ведь шельмецы хоть на копейку Норовят обмануть Хоть на копейку Копейку не додать Вот жульё, вот варьё Да, Василий Васильевич, точно так Хотя, с другой стороны Денег у вас в казначействе А ты не читай А ты не читай Потерпи Потерпи немножко Да, вот Годик потерпишь Уйду я на покой Еду в столицу Будешь вместо меня исправником Вот тогда и... После вас, Василий Васильевич, в казначействе И ломаного грошка-то, наверное, не останется Ну, а ты ещё наворуешь Да, после вас здесь наворуешь Да ты, кажется, здесь начинаешь Васильевич, да помилуй его Ну что вы Наворуешь Ой, наворуешь, наворуешь Людишки ещё, пока они все перемёрли А лес какой кругом, почитай тайга Ох Ездить, это всё с умом продать Хотя Я, пожалуй, сам этим займусь Василий Васильевич Вы по милосердности, Василий Васильевич Вы хоть немножко-то оставьте Да ладно, не бойся, не бойся Здесь такой край, такое богатство Сто лет разворовывай, не разворовываешь Давай А вот, пожалуй, вот эту шашечку я у вас За фук возьму Ой-ой-ой-ой Что ж я Девять копеек про фук Точно так, Василий Васильевич Эльма, ты ж меня разоришь В конец В конец разоришь Ну, и последнее, Василий Васильевич Ну ладно Давай Дорого на мой счёт Десятую, давай Дозвольте Ваш благородие Двоздь-то какой Двоздь неожиданный Ну, чего тебе, Микола, чем пожаловал? Да вот, долг принес Всё сполна Двадцать пять рублёв серебром Копейка в копейку Извольте получить Это хорошо, Микола, это хорошо Это очень хорошо Микола, ну-ка, пересчитай Очень это хорошо, Микола Что ты долг принёс Ну что, пересчитал? Всё точно, Василий Васильевич Это неужели ты, Микола Всё это за свои лапти выручила? Да вот, Ваше благородие Ровно двадцать пять рублёв Серебром копейка в копейку Ну что же Хорошее дело, Микола, хорошее дело Это очень хорошее дело Ну, чего стоишь Да, отметька в приходный расходный Это очень хорошее дело Ты сделал, что долг принёс Ну, как отметил Ну, всё, вот, видишь, всё отмечено Ну, чего стоишь, ступай Нет, уж, Ваше благородие, нет Коли долгу за мной теперь не копейки Да То хотел бы я от вас сейчас Патчпорт получить На себя и на мою Варвару Микола, ты что же от нас выезжать собрался? Да вот так вот Поскольку долг я отдал сполна А чего ж тебе у нас не нравится? Не нравится и всё А чего? А поскольку долгу-то за мной теперь нет, Ваше благородие То хотел бы я от сель уехать Со своей законной супругой Ага Что ж ты такое говоришь А вот, коли мне по закону положено То извольте мне патчпорт выдать И желательно немедленно Ты ж рожа твоя немытая Василий Васильевич, а ну-ка я его сейчас собственноручно в холодную Ну, зачем же, зачем же в холодную Зачем же в холодную Как-то зачем? Я говорю, в холодную, то зачем? Ежели Микола прав И то по закону мы обязаны ему патчпорт выдать Понял Нельзя такого работника отпускать, нельзя Дорогой мой, а что ж поделаешь? Что ж поделаешь? Ежели по закону, то должны мы патчпорт выдать Ну-ка, подай его патчпорт Ежели по закону, значит, и должно быть Вот, кстати, и патчпорт Вот, понял Ежели по закону, значит, по закону Значит, говоришь, какой за ним Должок-то чистился По 25 рублей в копейку в копейку Нет, ты взгляни В приходный расходный, взгляни Документ все-таки Взгляни, не рассыпься себе Взгляни в приходный расходный Ты чего глядеть-то, я уж знаю Ты взгляни, тебе говорят Документ Документ уважение требует, как же Ну-ка, как там написано, прочитай Долг, 25 рублев И? Ну? И ничего более Ага Ну, а теперь все вместе прочитай Ну-ка, ну-ка Читай, 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 читай Ну-ка 25 рублев и Ничего более А, во как Ну, и так написано? Так и написано Значит, 25 рублев он Отдал Ну так отдал же Отдал, все до копейки До копейки Понял Да, до копейки Ну вот, чего же Отдаст остальное, все, получит пачку Вот и все Ежели по закону Вот А, чего остальное-то? Эх, это бестолковый, братья Ты же сам прочитал Ничего более Так что же Что? Что ж, Даш, благородие Что? Что ж, я вам должен Вернуть Ничего? Вот Вот, видишь, вот он Все понял Вот он понял А до тебя никак не доходит Да, как же я могу вернуть-то? Ничего А, я же, я не знаю, братья Ну, как я тебе постараюсь Я не знаю Я, я, я уж не знаю Ну, документ Есть документ, что написано пером То не вырвешь топором А я не могу О, мне отчитываться-то надо Видишь, вот Ну, я тебе даю честное Благородное слово Ну, как только принесешь Это вот Ничего Вот меня не будет Вот старости отдашь Так же Тут же получишь Пачку Все? А теперь что же Я тебе даю честное Благородное слово А теперь ступай Ступай, братья Ступай, ступай Ступай У нас здесь лав Ой, дорогой Ступай с Богом Ступай 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 Вот Вот Ну, Василий Васильевич Ну, ну, что, ладно Ладно, ладно Ты же сам говоришь Работник нули Отпускать нельзя Вот Ну, чего стоишь Чего стоишь Расставляй шашки Ну, Василий Васильевич Расставляй Расставляй шашки Давай Пришел Микола Домой Рассказался, как было Как его исправник Со старостой Объегорили Да вы знаете До того расстроился Но, поверьте Решил руки на себя наложить То есть натурально Лишить себя жизни Мечется по избе Туда-сюда Веревку ищет Варвара перепугалась Переполошилась Крик Плач Но тут я его Немного успокоил Ну, самую малость Ну, что у меня губушка Где она Ну, где веревка Веревка А зачем тебе веревка Зачем такая жизнь Лучше удавиться Что Что ты такое говоришь Миколушка Да ты что, с ума дышал Вонючий Сделай что-нибудь Умоляю Ну, помоги Пополем Что-нибудь С тобой Затвори Молчать И смирно Ты довольно Ты что буянишь Так ведь вонюч Молчать Ты посмотри До чего ты свою жену довел Того же декандратья хватит Так молчать Нежели каждый По такому поводу Руки на себя накладывать будет Это ж хуже холеры Так ведь, Ванечка Как жить-то Когда на земле Правды нету А вот это ты положил Брёш Есть на земле Правда Есть, Микола Я тебе Докажу Что будешь тебе Веревна принес Ничего Ничего Ну, ничего Ничего Ну, как же я, Ян-то Ничего принесу Где ж я его возьму-то Ничего это А я тебе, Микола, научу Понял Да, учу И научил Только вот Одного не учу Уж слишком много Обид и гуря У Микола накопилось Столько ж Ну, просто терпеть Никаких сил Ну, по порядку Пришёл он опять В дом исправника А тот ещё Со старостой В шашки играет Ой-ой-ой-ой Ты что думаешь Всё так просто Здесь на одни взятки Столько денег уходит Что Какой Василий Васильевич А ты как думал Думаешь, почему К нам Ни одна инспекция Не пожаловала Ведь не попадись Царю Государю На глаза Наши Приходные Нерасходный, это же ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что-то и оно, что ой-ёй-ёй-ёй. Это же страшно подумать. Дозвольте, ваше благородие. Микола, всем пожаловал. Да дело у меня до вашего староста. Чего тебе? Ну-ка, подь-ка сюда. Ну чего тебе? Вот, глянь-ка, что я тебе принёс. Может, сгодится на что. Да нет там ничего. Точно? Ничего? Да ничего. Потом от слов от своих отказываться не будешь? Слепой, что ли? Ничего нету. Ваше благородие, будьте свидетелем. Вот, передаю из рук в руки вашему старости свой долг. Ну-ка, держи. Ну что, ваше благородие, долг я свой вернул сполна? Ой, сполна, Микола, сполна. Ничего больше не должен? Ничего, Микола, ничего. Значит, по закону могу получить свой патчпорт? Ну, по закону, может, и можешь получить, но не получишь. Почему? А потому что не хочу. Не хочу. Ты знаешь, Микола, есть такая пословица. Хозяин-барин. Хозяин-барин? Хозяин-барин, Микола, хозяин-барин. Может, ты, ваше благородие, и барин, тут я ничего не скажу. Ну, какой же ты к чертям собачьим хозяин. Какой ты к лешему хозяин. Ну, ты погляди, что ты тут натворил с тех пор, как на нашу голову прислан. Да что же он такое говорит-то, а? Что же он говорит-то? Ну, пусть говорит, пусть говорит. Говори, Микола, говори, говори. Хозяин. Говори, Микола. Как тут до тебя было-то? И места прекрасные, и земля-то чистая чернозём. А ты что ж наделал-то? Погляди, да погляди. Ничего ж не вспахано, не посеяно, бурьяном поросло. Да потому что ленивый. Никто ж не работает. Работать-то не хотите? Да кому ж работать-то, коль ты всех мужиков? Заводчиком в кабалу продал. Да и что работать-то? Как ты весь урожай ещё на корню за недоимки забираешь? Ты что с округой-то натворил? С людьми? Кому ж крестьянствовать-то? Что ж это такое, Василий Васильевич? Что ж это делается? Пусть говорит, пускай всё скажет. Говори, Микола. Ты ж, ваше благородие, прислан к нам государственный интерес блюсти, а нам-то защитником быть. А ты что ж делаешь? В чём твой интерес? Ты ж государство наше, державу разорить хочешь? Ты нашему отечеству самый, что ни на есть враг. Это бунт. Это бунт, Василий Васильевич. Всё я сказал. Ну-ка, ступай. Кликни со двора наших ребятушек. В сей момент, Василий Васильевич. Ну, короче, схватили Миколу. Ну, и до разбора дела в холодную повлакли. Вижу, спасать надо. А как? Думал, думал и придумал таки. Вспомнил, что Варвара мне рассказывала про его золотые руки, про сапожное мастерство. Ну, взял я его инструмент сапожный, свои сапоги новые и так вот скрытно, чай обучен, пробрался к окошку подвала, куда Микола был посажен. Микола, ты здесь? Микола. Это ты, Вань, что ли? Тихо. Я это, я. Иди сюда. Ой, Ваня. Ну, Вань. Видишь, как дело-то обернуло. Тихо, тихо. Время на стол и вобрелись. Так что разговоры мы потом будем с тобой разговаривать. Ты мне вот что лучше скажи. Ты правда знаешь секрет, как сделать лапти самоплясы? Ну, правда. И вот что есть виху. А будь, даже если не захочешь, все равно запляшешь. Ну, правда. Только музыка нужна. Какая? Музыка-то? Ну. Любая. Так, Микола, скажи, а с сапогами такой секрет можешь сделать? Могу. На, держи. Сапоги мои новые. Тихо. А инструмент? На, держи. Варвара передала. Сколько тебе времени понадобится? Ну, полчаса. Давай, Микола, приступай. Да поторапливайся. И точно, не прошло и получаса, а Микола свою работу сделал. Ну, взял эти сапоги, завернул в бархотку и напрямик к исправнику. А тот со старостой еще в шашки играет. Бессонница, видите ли, у него. А надо сказать, что я с измольства в шашки играть был обучен. Опять же, в названии что-то такое военное есть. Так что, кое-что в шашках понимаю. Ну, короче, направляюсь к исправнику и браво так докладываюсь. Солдат Иван Варежкин из столицы по высочайшему императорскому повелению. Кто здесь будет местный исправник, Василий Васильевич Путятин? Ну, я. А что? Я! А в чем, собственно говоря, дело? По высочайшему императорскому повелению приказано передать сие лично в руки. А что это? Есть это все? Презент! Подарок, значит, Ваше благородие от самого Государя Императора. Собственно, за что? За многолетнюю безупречную службу, Ваше благородие. От самого Государя Императора? Так точно, Ваше благородие! А он что, меня знает? Ну, а как же Ваше благородие так точно? При мне лично император сказал. Еще никогда от моего исправника Василия Васильевича Путятина не было задержки, а Брока в государе указнул. Стоп! Тихо! Тихо! Он что? Он что так и сказал моего исправника Путятину Василия Васильевича? Так точно, Ваше благородие! Сопроводительная грамота с государевой печатью находится у фельдьегеря, который задержался в дороге по причине расстройства здоровья. Животомчат у него, Ваше благородие. Я послану вперед, чтобы непременно поскорей выполнить императорское поручение. Вот, Ваше благородие! Ах, красота-то какая! А ты что думал? Это же подарок от самого государя императора. А ты что думал? Ну, солдат! Ну, солдат! Проси, что хочешь. Ну, ничего не пожалею! Даже не знаю, как быть, Ваше благородие. Там у забора женщина плачет, мужа ее, как пишет его... Микола! Вот, Миколу посадили в холодную. Так жалостливо плачет. Правда, не знаю, в чем он провинился, Ваше благородие. Но, может быть, по такому случаю простить его, чтобы всем радостно было. Ваше благородие! Ты знаешь, солдат, ты прав, солдат. Ну-ка, приведи этого правдолюбца, пускай посмотришь. Меня сам государь императора знает, что он меня ценит и какими подарками меня одаривает. Ну-ка, приведи его. В сей момент, Василий Васильевич. Ох ты! А что же за штуковина такая, Ваше благородие? Где? А этот солдат, знаете что, это иностранный музыкальный инструмент. Это граммофония называется. Сам играет. Да, вот ту пупочку нажмешь, он заиграет. Вот эту, вот эту. Опять нажмешь, он перестанет играть. Ваше благородие, знаете, я еще подумал? Ничего. Как вы сейчас государю в подарок примерять-то станете? Ну? Все непременно! Надо вот эту музыку включить для торжества момента, Ваше благородие. Ты прав, солдат. Ты опять прав, солдат. Только вот что, ты сам включи, ладно? Потому что у меня вот руки занятые, когда я примерять-то буду. А в чем разговор, Ваше благородие? Я включу. Не извольте сомневаться. Ну, правдолюбец. Пришел? Ну, смотри, как Василий Васильевич Путятин государю в подарок. Примерять будет. Смотри. Ваше благородие, включаю музыку, так сказать, для торжества момента. Ага, давай. Ой, а что ж такое? Ой, а что ж такое? Не надо. А это Ваше благородие государю в подарок. Только не тебе, а мне. Солдату Ивану Варежкину. Ну, так и быть, поноси немного. Уж больно здорово ты пляшешь. Микол, смотри, а, какие калерного делают, а? Нет, ты, ты, солдат, ты выключил. Слышишь? Ну, это Ваше благородие. Захочу, выключу, захочу. Нет, выключи, пожалуйста. Ты же меня так до полусмерти доведешь, солдат. Могу до полусмерти, а могу и вовсе. Ну, солдат, у меня же сердце слабое. И что? Микола, грибья, а? Сердце слабое. Танцевать у него сердце слабое, а воровать так, а, Ваше благородие? Ну, что хочешь, проси, солдат. Что хочешь, проси, ничего не пожалей, только выключи, пожалуйста. Дорого будет стоить все это, Ваше благородие. Сколько, ну скажи, сколько? Ну, ладно, перво-наперво, верни все, что здесь наворовал, пока исправничал. Это во-первых. Да ты что? Такие деньги, ты думаешь, что говорить не за что в жизни? Значит, недозрел, Ваше благородие. Ну, пойди в ту комнату, попляши, а то у меня тут, знаешь, от тебя уже в глазах залепит. Иди, иди, иди в ту комнату. Ну, солдат, придешь, скажешь. Иди, 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 давай в ту комнату. Что надо? Я пока с твоим старостой. Поболтай, Микол. Сделай потише граммофонию этого. Сейчас, Ванюша. Ага. Стоять! Стоять, я сказал. Как тебе по батюшке-то, а? Павлович. Павлович, значит. Ну, иди сюда, Павлович. Иди ко мне, подойди. Подойди, Павлович, не бойся. Подойди, подойди, садись. Да сядь, как следует, Павлович, повернись ко мне. Сядь, сядь, не бойся. Вот так. Говорят, ты здорово в шашки играешь, а? Ну, давай сыграем, чтоб время скоротать. Только денег у меня нет. Сам понимаешь, какие деньги у солдата. Будем играть на щелчки. На шалобаны, значит. Ты у меня шашку съешь, ты у меня щелчок. Я у тебя шашку съем, я тебе щелчок. Договорились, а? Давай, Павлович, ходи. Ходи, у тебя ж белый, ты первый ходишь. Давай, давай, давай. Так. Уговор дороже денег, Павлович. Повернись ко мне. Давай, Павлович, ходи дальше. Не тяни время. Я тебя по-дружески прошу. Пока, по-дружески. Давай, 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 Павлович. Ага. Так. А? Уговор дороже денег, Павлович. Ну-ка, повернись-ка. Повернись. А, Павлович, ходи дальше. Спокойно. Соберись. Ну-ка, давай твой ход. Ходи, ходи, ходи. Не тяни время, не тяни. Давай. Так. Уговор дороже денег. Ну-ка. Эх! 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 Ох, понял. Ну, а дальше-то все просто было. Крестьян, проданных в заводскую кабалу, семьи вернули на родную землю, всем выдали вольные. Деньги, которые исправник со старостой награбили, вернули тем, у кого они были отняты. Самого исправника со старостой в каторгу. Уж очень осерчал государь, когда прознал про их лихоимство. Ну, так, заслужили, понятно, чего же говорить-то. Я жила округа, а вместе с ней деревня Лаптевка. Места какие. Тут тебе и речка, тут тебе и лес, тут тебе и поля ухоженные. Хорошая деревенька, опрятная, зажиточная. И проживают здесь мои старые добрые знакомые, Микола Лаптев со своей женой Варварой. Хорошо живут. Ну, а я на следующий день, как только солнышко взошло, ранец на плечи и в путь дорогу. Ну, и, конечно, песню запел. В поле ветер веет, травку колыхает, Путь мою дорогу пылью покрывает. Молодец удалый соловьем засвищет, А пошел полцвета свою долю ищет. Ждой его дорога, голос его звонкий, Он шагает к дому в родную сторонку. Молодец удалый соловьем засвищет, А пошел полцвета свою долю ищет. Молодец удалый соловьем засвищет, А пошел полцвета свою долю ищет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok